и снова здравствуйте с вами дэв но у нас на обзоре коробочка из двух фигурок это кейси джонс и food soldier разрубленный пополам от компании nico из линейки черепашек ниндзя эта версия комиксная или же мультяшная давайте не будем тратить ваше и мое время я лично ждал эту фигурку очень долго эту коробочку посмотрим на коробку в которой идут эти фигурки коробки уже знакомы нам по предыдущим обзором черепашек ниндзя а именно это арт кейси арт food soldier сделаны очень красиво в классическом комиксном стиле выдержаны логотип черепашек название фигурок тот же самый логотип сбоку у нас красивое фото кейси в боевой стойки с дубинка арматурина на обратной стороне фото двух фигурок а во всей красе очень классная и остальные фигурки которые можно приобрести в рамках этой линейки а именно это и пилл лейдер хэд и слэш и рок стадии биббоб вот эти двое у меня заказаны если я не путаю с мая или с февраля я надеюсь что в скором времени они тоже приедут потому что фигурки начали поступать в грецию где я живу левер хэд и слэш я их уже видел на полке они отложены ждут пока заберу я думаю на следующей неделе мы будем знакомиться именно с ними april и второй солдат я так понимаю тоже поврежден ближайшее время надеюсь что появится рано или поздно практически все фигурки за редким исключением по этой линейки будут на этом канале подписывайтесь за обновлениями и фото food soldier поврежденного в бою ну что ж давайте откроем данную коробочку посмотрим что внутри и так коробочка открыта и фигурки внутри замечательные они действительно очень классные я без ума от всей линейки но не без огрехов обязательно поговорим об этом позже конкретно у меня есть две претензии к фигурке кейси но давайте начнем как обычно с аксессуаров которые идут в комплекте с данными фигурками и я предлагаю нам начать фут солдера он идет совершенно какой-то гигантской тонны аксессуаров которые ему мне кажется не нужны но они есть давайте начнем с огнестрельного оружия во первых он идет вот с таким вот бластером дубль 2 теперь мы фокусе вот с таким вот бластером очень очень классно сделано красота в минимализме ничего сверхъестественного здесь нет несколько цветов оттенков синего пардон черные линии по краям и приятная очень приятная лепка он действительно создает иллюзию мультяшности такое ощущение что вот просто комикс ожил материализовался или же взяли из мультика вот прям вытащили с экрана очень очень классная вещь в руке она лежит вот таким вот образом то есть это все можно вложить ему в руку руки очень крепкие и лежит крепко я уверен что даже в случае падения фигурки с полки бластер не вывалится из руки отлично отлично сделан очень классный мне очень нравится моделька такого бластера у меня такого не было далее бластерная винтовка которую мы уже видели в предыдущих обзорах поэтому я не буду еще раз о ней рассказывать просто скажу еще раз очень классная вещь приятно сделано красивая покраска ровная четкая покраска и да мы их уже видели в прошлых обзорах кстати говоря ссылки на все предыдущие обзоры черепашек я оставлю в описании видео далее в комплекте идет большая тонна рук это рука сжатая в кулак очень приятный телесный цвет отличная лепка даже ногти сделали рука для того чтобы держать оружие 2 раскрытая ладонь я так понимаю для того чтобы либо отдать честь либо использовать какой-то такой жест типа стой то что для другого какого-то применения я не вижу данной руки еще одна рука сжатая в кулак и еще одна рука с раскрытой ладони очень приятная текстура на самой кисти да и на пальцах в целом также на нем идет две руки как вы видите раскрытой ладони мне они нравятся больше всего это мне кажется самый жизненный жест который я всегда использую на фигурках то есть вот что-то такое крайне редко а вот это мне больше всего нравится далее с ним идет переговорные устройства прошлый раз когда мы знакомились переговорным устройством если я не путаю у шредера то там был изображен крэнк а здесь изображен рок стади при этом я хочу отметить что это рок стади из этой же линейки фигурок то есть это фигурка не картинка или скриншот и так далее это реальные фото фигурки и сделано это как мне кажется очень очень прикольно давайте посмотрим насколько это можно вложить в руку и да вполне вполне себе она вкладывается в руку отлично держится и в целом все в порядке и еще в комплекте идет два шурикена или же сюрикена вроде и так и так правильно слово в любом случае не наше я подумал что шурикена идут вместе с кейси но посмотрев предыдущие обзоры о фигурках эйприл и еще одно фут солдера там были такие же точно и эйприл явно не может хранить собой сюрикены поэтому их приложили к солдатам как они вкладываются в руку я если честно затрудняюсь сказать но если на большой палец нацепить то неплохо но это вот тот самый аксессуар который приколен но вряд ли когда-то будет использоваться или же позироваться на фигурке хотя посмотрим когда-нибудь придет большая диорама для всей этой линейки возможно я найду там применение там далее давайте посмотрим на аксессуары кейси у кейси идет в комплекте несколько рук это рука сжатая в кулак отлично нарисована перчатка затемнение между пальцев текстура пальцев присутствует еще одна рука сжатая в кулак одна рука с раскрытой ладони для того чтобы держать оружие как и видите оружие в лежит замечательно него то есть пластик достаточно мягкий но отверстие очень узкая поэтому когда вы туда вставляете какое-то оружие она там просто замирает наглухо это замечательно очень очень классно и мне кажется это отлично рука с поднятым пальцем это супер и также с ним в комплекте идет рука с указательным пальцем собственно вот она и я просто безума от нее мне кажется вот именно в этой позе я поставлю его на полку потому что он смотрится очень очень классно но давайте посмотрим на это чуть чуть позже и приступим к еще одной вещи это получается его сумка для гольфа в которой напичкана оружие все абсолютно все оружие вместилось внутрь даже эту клюшку можно сюда вложить и она реально все вмещает это прямо замечательная от этого без ума но тут же мы натыкаемся и на первую проблему когда я пытался одеть ему эту сумку через голову она у меня оторвалась выскочила отклеилась оторвалась как хотите так и называть смотрите как это реализовано то есть внутри есть небольшое углубление это мягкая резина то же самое касается этого а вот тут небольшой что-то по типу штриха то есть в теории в теории мы можем это вот сюда вставить закрепить и как бы застегнуть в теории но по факту понимаете вот эта резина эта резина просто нет здесь я так понимаю будет то же самое я могу просто предположить что изначально авторы считали что вот эта вещь должна быть съемная но далее на определенном уровне поймались на мысли что резина резина нет не съемная и решили заклеить но заклеили вот как-то вот так это но я не знаю мне кажется это очень очень большое упущение я одену ее через шею заклею на супер клей посажу и скажем так один раз и навека но это грустно это грустно ладно посмотрим на саму сумку сумочка как мы уже видели очень простая одна черная линия она очень большая очень просторная в нее можно вложить абсолютно все оружие оружие которое идет в комплекте с кейси я так и не понял что это это было на картинке на самой коробке на картинке на коробке и вы знаете вроде как у этого и какая-то рукоятка есть но бита нет потому что бита вот у меня такое ощущение что это кусок арматуры если кто-то знает и у этого есть какое-то специальное название то сообщите пожалуйста мне в комментариях но мне кажется что это больше похоже на кусок арматуры то есть это просто серый пластик и небольшой узор вырезанный по всей длине залитой черной краской причем очень ровно залитой далее давайте положим это сразу внутри далее бита мне кажется она очень очень хорошо сделано замечательно смотрится правильная форма рукоятка покрашенная в белый плюс черные полоски замечательно все это сделано однако мне кажется что белая клюшка создает намного больше контраста с фигуркой она бросается в глаза поэтому я наверное поставлю именно с этим хотя бита наверное будет более каноничным я если честно плохо помню кейси с чем он как правило появлялся но мне почему-то кажется что он чаще был с клюшкой для гольфа далее с ним в комплекте идет молоток очень очень классно понимаете кто-то может сказать что здесь классного да в том-то все дело что ничего особенного это просто деревянная ручка с такими вот некоторыми мазками я на самом деле не против хотя я вижу что это халтура в краске но я не против это создает такую даже некую иллюзию дерева скажем так и вот эти черные линии по уголкам состоит этот мультяшность комиксность и это выглядит очень забавно очень классно ты тут то что фотошопе называется store это совершенно замечательный мне очень очень нравится действительно очень классная вещь далее клюшка для крокета я так понимаю если не прав поправьте мне пожалуйста в комментариях опять таки очень простенько серые полоски закрашены в черный цвет внутри рукоятка и такая же точно текстура по уголкам концу обзора я этот ремешок приклею и мы посмотрим как он будет смотреться вместе с этой сумкой для клюшек для гольфа за спиной давайте посмотрим на сами фигурки и оставшиеся аксессуары я предлагаю нам начать солдата и так вот он фут солдер во всей красе вы можете ознакомиться с более подробным обзором фут солдера по ссылочке вот здесь картинка должна быть тут ссылка должна быть сверху и как я и говорил ссылка на все остальные фигурки будет внизу в описании мы с ними уже знакомились поэтому давайте посмотрим на разницу разница заключается в том что этот фут солдер разрезан пополам и все что соединяет верхнюю часть туловища и нижнюю это вот этот красный проводок он сделан из очень очень твердого пластика то есть он действительно очень крепкий кто-то может попробовать его нагреть и нагнуть фигурку как-то так то есть кто-то может попробовать его разрезать и просто положить вот этого солдата как-то там в одну часть в одной стране другую часть другой стране когда будет полностью вся диорама приедет ко мне и я буду каким-то образом их там расставлять возможно это будет выход кто знает посмотрим но пока что это выглядит именно вот так как вы видите внутри хорошо видны я даже не знаю как это назвать потроха внутренности нет провода но вы поняли при этом верхняя часть и нижняя часть очень хорошо стыкуются то есть вот тут несколько проводов там несколько отверстий все это сделано очень очень классно и он разумеется чуть чуть повыше чем оригинальных фут солдат вот давайте попробуем опустить им руки вот как раз это разница в пол головы она именно обусловлена тем что верхнюю часть отделили от нижней и сделано это как я уже и показывал очень очень классно текстура надреза надрыва ткани замечательно реализовано очень прикольно по суставам у него все то же самое как и у остальных фигурок давайте на это тратить время не будем и посмотрим на фигурку кейси итак вот главный сообщ этого видео сам кейси джонс выглядит он очень очень классно собственно как я и обещал и говорил вот рука сменная с пальцем который указывает сделано это очень очень классно мне прям супер нравится вообще замечательно я вот именно с этой рукой и вы поставлю и аксессуар который идет с ней в комплекте также так клюшка хоккейная очень просто то есть два цвета черный по краюшку очень ровно и все остальное залито белым замечать именно с этим аксессуаром с этой клюшкой и поставлю на полку сто процентов потому что она очень очень ярко бросается глаза давайте вернемся к фигурке кейси я приклеил собственно его ранец для клюшек для гольфа было сложно но мы справились поэтому он теперь одет у него через голову голова снимается она на шаровом шарнире собственно совершенно без проблем на но опять таки с ним нужно быть аккуратнее и также у кейс есть еще два дефекта незначительные но есть больше косметические разберем их чуть далее и поговорим о них более детально по текстуре и по детализации о нем говорить на самом деле особо нечего абсолютно плоский цвет тени только в одной стороне его туловище как у остальных фигурок собственно вот фут солдер из оригинальных черепашек и вот второй фут солдер собственно здесь происходит у нас тоже самое ровная линия тени голова покрашена в черный волосы портом покрашены в черный абсолютно ровный черный цвет красные ремешки от маски маска не снимается она летая на голове независимо от того что черные глаза внутри они все равно покрасить и чуть чуть ли не есть некие небольшие помарки в покраске но ничего смертельного на самом деле мне очень очень нравится этот маленький черные маски в местах углубления его кожи для придачи ему такой мультяшности и комиксоидности выглядит это очень очень классно давайте посмотрим на него более детально сверху и вниз по суставам и также познакомимся с его детализации и с дефектами которых я говорю во первых голову как вы видели она установлена на шаровых шарнирах поэтому она вращается вокруг своей оси очень хорошо опускается вниз и поднимается вверх до прямого состояния также ходит буквально чуть-чуть из стороны в сторону но сковывает текстура волос далее на одном плече есть наплечник поэтому рука это поднимается вот таким образом и все далее она не поднимется и также вокруг своей оси вращать и не получится потому что очень очень сильно сковывает движение от это наплечник вторая же рука поднимается совершенно свободно и ее при желании можно вращать вокруг своей оси если на то есть какая-то причина далее в суставах идет у нас бицепс двойной сустав в локте который позволяет руку гнуть вот таким образом суставы в целом у фигурки как и материал из которого она сделана как вы видите у меня такое ощущение что это либо мягкий пластик либо твердая резина потому что он очень хлипенький черепашки они были все-таки монументальные а вот это это типичная нека простите меня если кого-то обидел но это вот типичная нека то есть где-то на чем-то как-то сэкономит это на самом деле немножко огорчает поэтому сложно сказать как этот сустав будет выглядеть лет через десять допустим возможным просто начнет крошиться кстати говоря чужой обзор вот здесь мы на него делали у него случилось именно это сустав просто лопнул вот ровно пошли просто лопнул хотя фигурка стояла на полке не двигалась далее в кисти как мы видели кисть съемная поэтому она вращается вокруг своей оси и очень хорошо ходит из стороны в сторону далее в диафрагме сустава нет следующий сустав ну как в диафрагме что то есть но практически нет давайте считать что его там нет я не считаю что это можно назвать суставом в поясе есть сустав который позволяет фигурке вращаться вокруг своей оси и вот вот это вот чуть-чуть гуляние диафрагмы позволяет ну буквально граммочку вперед-назад его двигать из стороны в сторону практически нет далее в ногах установлены суставы которые позволяют кейси во первых хорошо шагнуть вперед оттопырить ногу назад потому что вот это вот его часть во первых она выглядит как какие-то трусы одеты поверх штанов это раз но два она сделана из мягкой резины она вообще не сковывает движение вот как-то так это это замечательно то есть если вам нужно поставить в какую-то шагающую позу или поднять ногу для удара то это реально можно сделать это классно на ногах двойные суставы в колене и наколенник очень хорошо закрывает сустав прячет его скажем так и вот эта нижняя часть она добавляет иллюзию ткани очень хорошо сделано и поэтому это выглядит очень прикольно также кейси может спокойно поднять ногу сторону сесть на полный шпагат и вот тут я специально закрываю это место потому что вот вот это что на что надеялась снег на то что вот на этом маленьком язычке вот это будет держаться две части из мягкой резиной я не знаю я посмотрел на самом деле другие обзоры я таких проблем не вижу то есть меня такое ощущение что просто тут не склеили что ли его это грустненько что ли как-то так я не скажу что прямо это сильно мне портит фигурку в любом случае я его зафиксирую в той позе которую я показывал это не бросается в глаза но если вам нужно чтобы он шагнул ну как-то как-то странно эта халтура ладно в любом случае двинемся дальше и дальше по помаркам обратите внимание что тень должна быть снизу здесь же день сверху я могу сделать вывод что мне просто достался очень неудачный кейси вот и все что разрыв здесь дефект с покраской в этом локте и очень плохо приклеенная сумка если у кого-то есть такая фигурка кейси кто-то сталкивался с подобными дефектами то есть плохо приклеенный ремешок ранса неправильно покрашенная рука и вот это безобразие отпишите пожалуйста в комментариях и если у вас есть такая фигурка у него все хорошо то тоже отпишитесь мне просто на самом деле интересно сколько таких фигурок именно бракованных вот в таком виде я не говорю что это что-то прямо с чем невозможно жить что это портит мне внешний вид фигурки и я прям сейчас побегу его менять ни в коем случае меня это все устраивает и меня проблем никаких просто неприятно ни больше ни меньше двинемся дальше ботинок ботинки покрашены в зеленый цвет небольшой такой ремешок на нижней части штанов как и все остальное реализовано очень классно в плане покраски и есть щекотка кстати говоря сустав покрашен не в зеленый белый это тоже упущение поднимается хорошо наверх и замечательно ходит из стороны в сторону вот как то так давайте замерим их высоту и так высота фигура кейси джонса и разрубленного солдата клана ноги я обещал заменить линейку я ее заменил и так давайте замерим значит солдат у нас получается 18 сантиметров в высоту и кейси сложно надо привыкнуть и кейси 16 сантиметров в высоту давайте посмотрим их в сравнении с другими фигурками из данной линейки а именно я для сравнения взял как вы уже видели второго фут солдера как бы так его зафиксировать чтоб стоял как-то так и леонардо вот таким образом это выглядит в общей линейке обязательно сделаем суммарное фото и суммарное видео по линейке на данном этапе а именно должна приехать еще эйприл еще один солдат рок-стаде beboop и в ближайшее время я думаю на следующей неделе будет слэш и laver head сделаем обязательно фото сделаем обязательно небольшое суммарное видео вот как-то так это все выглядит в общем виде то есть черепашки пока что самый маленький из всех фигурок что в принципе правильный канонично кейси чуть-чуть повыше потому что кейси обычный человек так выглядит солдат в целом виде так солдат выглядит в разрубленном виде мне кажется все четко подводя итог этого видео хочется еще рассказать что фигурка линеек черепашек ниндзя от неки их мультяшных версий меня продолжает радовать собой даже невзирая на все небольшие огрехи а это я еще раз напоминаю порванная и очень плохо приклеенный ремешок от ранца кейси неправильная покраска на его руке и что-то непонятное в области паха назовем это место так даже невзирая на все это а также на очень хлипкие суставы из непонятного мне материала это либо твердая резина либо очень мягкий пластик но они действительно хлипкие остальные фигурки те же черепашки выглядят намного намного лучше намного качественные и добротней материал у них прочные суставы крепкие они стоят как литые здесь же видна откровенная халтура вот тут я узнаю почерк неки но тем не менее фигурки замечательные персонажи близки моему сердцу я безумно рад что они есть и я буду продолжать приобретать эту линейку невзирая на все ее огрехи и небольшие помарки опять таки цена радует фигурки должны стоить примерно 60 70 евро за коробку из двух фигурок мне не достались за 55 с небольшой скидочкой как постоянному покупателю ссылку на магазин я оставлю в описании если кому интересно однако мои постоянные подписчики знают что я проживаю в греции ссылка на магазин вам вряд ли чем-то поможет но тем не менее меня постоянно об этом спрашивают видео на канале у меня выходят каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени если все хорошо будет а я в этом на сегодняшний день уверен следующий раз мы должны будем знакомиться с фигурками лейвер хэда и слэша из той же самой линейки от черепашек ниндзя поэтому если вам интересно подписывайтесь на канал но на этом я думаю можно заканчивать как всегда я хочу напомнить что я приветствую любую конструктивную критику связаться со мной очень просто это можно сделать либо через комментарий к этому ролику на ютьюбе либо же через мою группу вконтакте ссылку я оставлю в описании к этому видео если вам нравится эта линейка вы хотите увидеть еще обзоры по вселенной черепашек ниндзя и фигурок от компании nico подписывайтесь на канал дабы не пропустить уведомления о следующем видео жамкайте на колокольчик если же вам нравится все что происходит на этом канале то подписывайтесь на патреон видео там выходят чуть чуть пораньше также мы обсуждаем там будущее канала я вам за это буду искренне благодарен ну а на этом я думаю точно все благодарю вас за просмотр уметь радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствии всего доброго